Меня зовут Егор Голополосов, я художник-иллюстратор. Вот прям конкретно иллюстрации не учился. У меня педагогическое образование, я учитель изобразительного искусства и черчения, среднеспециальное, то есть я отучился в колледже и после этого решил переехать в Москву. И потом я просто как-то ушел в дизайн, работал в различных компаниях, типа полиграфических и прочих, то есть уже 10 лет я в Москве, и вот начиная с какого-то там, с 9-го года, было очень много разных работ, они плавно переходили куда-то в сторону диджитал, в сайты, в приложения, и потихонечку появлялась иллюстрация, и в итоге вот там несколько лет назад полностью ушел на иллюстрацию. У меня как бы образование больше рисовальное, то есть я больше рисую, но первая мысль, когда пришла о том, чем зарабатывать, когда закончил колледж, ну понял, что как бы художником прям зарабатывать, ну то есть непонятно. Опять же, когда ты в маленьком городе живешь, нету представления о том, как вообще это работает все. Вот, потому что и интернет особо тогда, как бы, ну он был, конечно, но все равно не так, как сейчас. Зарабатывать онлайн тоже было непонятно, как возможно и невозможно, поэтому первым делом такое, ну, видимо, это реклама, это дизайн какой-то, надо что-то делать такое, более коммерческое, потому что картинками не представлялось, как это работает вообще. Ну вот, и со временем, когда представление появилось, было понятно, что уже есть потребность какая-то у людей и у брендов и всего такого, иллюстрация так взяла вверх над дизайном. Просто в голове такой паттерн сидит, что, ну сейчас может быть меняется, вот опять же, я там смотрю по своему этому чату, очень много ребят молодых прям после школы, они уже знают, что я диджитал-иллюстратор, я рисую картинки там для того, для того, для того. А когда ты только заканчиваешь там что-то, ты не понимаешь, куда вообще податься, поэтому первым делом дизайн идет. Наверное, вот 10 лет, вот как я живу и работаю в Москве, наверное, все это время как-то стиль искался. Ну, сначала это были какие-то разные стили, потом, когда стал выкладывать в соцсети уже свой стиль, я стал представлять себя людям именно с точки зрения такой графики, то есть перестал выкладывать флэт, не перестал это делать, потому что, как бы, опять же, заработок, да, это одна из основных мотиваций. Ну, то, что покупалось одно, а я хотел сделать другое. Но за счет того, что вот так вот поменял подход к соцсетям, интерес появился уже к другому стилю. Иногда некоторые клиенты под неспособностью сформировать четкий бриф, они скрывают вот это, точнее, они говорят, что у тебя полная свобода творчества, но на самом деле они просто не знают, чего они хотят, и в процессе свобода немножко уходит куда-то. Вот, поэтому идеально, конечно же, это, когда клиент дает тебе полную свободу и придерживается этого до конца работы и не меняет вот это вот представление о свободе творчества, потому что иногда это очень сильно разнящееся представление у исполнителя, у заказчика. Ну, а в целом, иногда бывает интересно работать, например, над незнакомым продуктом каким-то, ну, то есть то, с чем ты сталкиваешься постоянно, да, то есть, например, я работаю с там с брендами какими-нибудь спортивными, околоуличными, да, они мне близки, и мне с легкостью дается задача. Это как бы прикольно, интересно. Но интересно, когда к тебе приходит что-то, с чем ты не сталкиваешься в повседневности, и оно как бы тебя мотивирует там изучить что-то, да, что-то посмотреть, и как бы оно так получается, что одно за другим тянется, и вот этот интерес, он, ну, то есть, за счет того, что бриф детальный, за счет того, что какие-то есть конкретные рамки, конкретная аудитория, ты собираешься, и проект становится интересней, вот, потому что он сложнее немножко, чем более близкий. Больше, наверное, самообразования, ну, в своих каких-то проектах, то есть, как, ну, какая-то приходит идея, ну, плюс ко всему, я стараюсь рисовать вообще каждый день, вот, везде, за счет того, что я сейчас рисую на iPad'е уже два года, получается так, что я вообще где угодно могу рисовать готовые уже коммерческие задачи или какие-то свои авторские проекты, вот, скорее всего, это именно саморазвитие в своих проектах идет в первую очередь, потому что там, ну, нету, опять же, рамок каких-то, да, поэтому немножко голова такая свободная, и можно пробовать много всего разного, потом это много всего разного применять уже в работе, вот. Ну, плюс ко всему еще... Смотрю много всего. Такая насмотренность безумная, потому что все, очень много всего разного картинок, и не только... Опять же, за счет того, что скорость увеличилась за счет iPad'а, Procreate'а и прочих таких инструментов, возможность сесть там 20 минут в день, порисовать для себя, она есть всегда практически. Вот, еду на встречную какую-то там, в метро, или еще где-то сижу в кафе, и жду чего-то, например, да, всегда есть какие-то свободные минуты, и их всегда можно потратить на что-то такое свой проект. Плюс ко всему, я сейчас уже несколько раз рассказывал у себя в Инстаграме то, что я сейчас перешел на такой график новый, я встаю в 5 утра, я встаю в 5 утра, и вот с момента, как проснется моя жена с дочкой, там до 9 часов, с 5 до 9, очень много времени, и я успеваю делать какие-то фрилансовые задачи и какие-то свои проекты, вот, поэтому, да, есть время своими делами заниматься. Я страдаю отсутствием хобби, то есть моя работа, это то, что я рисую, то, что я отдыхаю, я тоже рисую, в итоге я все время практически рисую, но отдыхаю, наверное, не занимаясь ничем, ну, чисто так вот, если грубо говоря, то есть я просто, не знаю, провожу время с семьей, тогда я отдыхаю, там, я не знаю, хожу в кино, и тогда я отдыхаю, вот, то есть какой-то сторонней деятельности у меня, к сожалению, нет, то есть я не увлекаюсь ни музыкой, ни фотографией, не знаю, ничем не увлекаюсь, кроме как вот именно рисунком. Есть ощущение, что ты сделаешь себе творческий отпуск и будешь заниматься чем-то еще, ну, что-то творить там, но потом приходит осознание, что вообще ничего не хочется делать, просто хочется отдохнуть, и это как раз очень хорошо тоже работает, потому что ты такой уже голодный, возвращаешься к рабочим будням, и получается так, что новая волна какая-то происходит. Осознание того, что есть, ну, то, что это стало профессией, то, что это какой-то отдельный вид деятельности, в котором человек может развиваться самостоятельно, то, что клиент начинает осознавать это и начинает относиться к иллюстраторам не как просто исполнителям, а как больше какой-то художественной, такой творческой единицы, которая имеет какой-то вес. И сейчас очень много доказательств в целом на рынке есть, и можно еще сказать спасибо большое, наверное, художникам. Ну, то есть я разделяю в целом эти понятия, иллюстратор и художник, но хотя, в общем-то, они очень близки. Художникам, уличным художникам, современным художникам за счет того, что очень много коллабораций происходит в рамках каких-то брендов, каких-то рекламных компаний именно с художниками, и это помогает, опять же, людям воспринимать иллюстрацию тоже, как изобразительное изобразительное искусство, которое также может работать, не хуже, чем именно современное искусство. То есть, наверное, это изменение в сторону того, что появилось какое-то уважение и осознание к профессии. То есть это не просто исполнитель, это человек, который имеет свое видение, который может что-то помочь тебе в решении твоих задач. Ну, я, по крайней мере, это почувствовал за последнее время. Не знаю, как это происходит, это глобально, либо это какая-то точечная тема, то есть я на себе это почувствовал, да, может быть, это уже давно происходит, а только у меня это начало работать сейчас. Ну, по крайней мере, у меня очень получаются разносторонние такие форматы, то есть это и это и кинопроизводство, да, то есть сейчас выходит, мне уже было несколько запросов на разработку постеров, кинопостеров, то есть люди пытаются сделать официальный кинопостер рисованным, пока что это еще не очень проходит, почему-то у нас. Это и музыка, в первую очередь, да, это не очень коммерчески интересная вещь, потому что зачастую музыканты почему-то нет денег, вот, но это продукты, ну, в смысле, я имею в виду, что массовое употребление а-ля всяческих напитков и крупных каких-то брендов, ну, не знаю, мне кажется, практически везде и повсюду, и это, то есть иллюстрация же не то, что статично, да, это может быть что угодно, ты рисуешь картинку, потом люди там могут ее оживить, сделать из нее мультик, и то есть я делаю очень много разных графиков. В рекламе очень сложно, потому что все время какие-то проблемы со сроками, и все время какая-то дичь, все время все куда-то торопятся, и ты к этому вроде привыкаешь и нормально работаешь, а потом приходят киношники, у них такая же проблема со сроками, только еще у них там больше, у них, ну, не знаю, может быть, это у нас так, в России, мало дисциплины какой-то, ну, то есть именно вот с точки зрения организации, работы с подобными, то есть они привыкли работать в своей сфере, но вот работать именно с какими-то сторонними исполнителями, а-ля там художниками, иллюстраторами, очень сложно, то есть они не понимают некоторых моментов, им нужно много всего объяснять, вот, но в целом интересно, то есть кино как таковое, оно интересно, и много разных, на многих, на разных этапах туда можно вкиснуть в кино, но не всегда интересны некоторые из них, то есть, например, как очень частый запрос на сториборд, ну, типа, на раскадровку фильма, это очень трудоемко, ну, то есть это прямо капец как трудоемко, я один раз раскадрировал целый фильм, это жутко, это было ужасно, это долго, тебя уже бесит весь сценарий, и, ну, вообще, очень-очень сложно, и по итогу ты ничего не получаешь, кроме того, как ты просто раскадрировал фильм, и никто этого не знает, то есть это никуда не выходит, то есть на съемочной площадке, и все, больше нигде этого нету, ну, и максимум, ты можешь там себе показать где-то в сети, вот, концепт арт более интересен, потому что это все-таки такая база интересная, особенно если это какое-то фэнтезийное кино, прикольная база для дальнейшей работы с фильмами, но с этим я, к сожалению, еще ни разу не сталкивался, ну, и самое максимально клевое, это, вот, конечно же, какой-нибудь кинопостер, который будет везде и повсюду, это, в этом есть какой-то выхлоп интересный. Я всегда за то, что изображение, что картинка, нарисованная картинка, не там, она всегда преображает вокруг себя пространство, опять же, если она с этим пространством работает, если говорить, например, про городское пространство, то это граффити и прочие моменты, которые реально улучшают просто тупо жизнь. Ну, это как с, в целом, как с дизайном, дизайн, он улучшает жизнь незримо, да, то есть ты можешь даже не понимать, что происходит, но вещи вокруг тебя, они делают лучше твой день, лучше твое настроение и также, наверное, картинка. Я когда учился, мы подписывали свои работы, например, и наш препод нам говорил, типа, зачем? Зачем вы подписываете? Вы как бы еще, зачем вы это делаете? Вы как бы еще не художники, чтобы подписываться и работать. И вот это осознание того, что ты еще не художник, оно как бы затянулось немножко. Ты, я и все еще не художник, и все еще, и как бы это очень долго-долго происходит. И также сейчас вот с профессионализмом, да, в какой-то степени, да, наверное, уже профессионал, на то, что уже много лет и в целом в индустрии, в иллюстрации тоже уже много лет, вот, но, наверное, да, можно. Мне кажется, сейчас можно стать профессионалом, опять же, если ты найдешь востребованный стиль, а он может быть совершенно разным, то есть тебе не обязательно даже, наверное, знать какую-то академическую базу, чтобы рисовать, вот, ты можешь рисовать что-то свое, и оно может быть востребованным, не факт, что оно может быть продлиться надолго, да, если ты не будешь там прокачиваться, но все-таки выглядеть профессионалом в глазах людей, из глазах клиентов можно за короткий срок, мне кажется, времени у этого нету какого-то конкретного, вот, кому-то приходится долго трудиться, да, то есть я, я считаю, что я еще, еще долго буду трудиться, для того, чтобы прямо совсем сказать себе, блин, ну, именно, вообще этого никогда не произойдет, вполне возможно, это сложно, это сложно.